редис выращенный в мешках я уже собрал но пару слов о нем хоть и запоздало хочу сказать огуречный парник пора освобождать от редиски и сегодня я ее выкупаю и посмотрим что где получилось единственное сразу хочу показать вам ну вот обманулся я думал финляндии купил редис сорта халахуп редис казался свеклой ну знающие языки это называется это первое чудо чудное ну и хочу еще показать какой вырос редис в том мешке где у меня был муравейник если помните вот именно поэтому я с муравьями не борюсь все получается не мешают они для урожая небольшой обзор по сортам редиса вообще не получился risen butter вот небольшой урожай дал все-таки сорт золотце фирмы поиск это я уже рассказывал чуть-чуть дал урожай сорт дура как всегда не подвел кайман я уже его ел собирал вот и вот этот сорт селеста в муравейнике посмотрите муравьи только помогают для роста по крайней мере редиса не обижайте их мой огород мешках привел в порядок и пока он снова не зарос травой хочу сделать для вас обзорную экскурсию скошенную траву как и в прошлые годы собираю вот в такой емкости из сетки она быстро нагревается внутри я ее использую для мульчирования как горячую траву и для укладки на дно моих мешков клумб для тепла получается высокие теплые но маленькие грядки в этом году добавил еще один подиум не успевая его весь освоить ну пусть будет запасом потом сфантазируем что-нибудь дальше хотя фантазии много вот это первые мешки в которых я посадил кабачки маленькие они у меня находятся под бутылками сейчас покажу вам он там такие растюлики вот когда они чуть подрастают я помещаю их уже под белые шапочки посмотрим кто там живет вон там вот какие кабачки посадил разных сортов раз два три четыре пять шесть шесть сортов посмотрим что получится добавил свой ассортимент садовода в этом году и цветную капусту ну не знаю пока пока неизвестно приживется она или нет ну вроде ничего а также краснокочанная капуста ни разу и не выращивал ну вот она у меня живет пока в таких аквариумах обычная качанная капуста растет у меня на старом подиуме землю поменял посадил поставил аквариумы но пока она их не переросла пусть в них и сидит вот для кого питерские холода были в радость так это для нее все сорта оклемались прижились и ранние и средние и поздние вот мой любимый сорт пекинской капусты ника f1 тоже смотрите как разрастается я вам уже рассказывал про мини парнички которые установили моего соседи ну три штуки поставил я его себя для томатов я не укрывал их и не подвязывал было холодно ну они нормально прижились и очень неплохо растут думаю что и урожай дадут тем более сейчас в питере началась жара а даже не теплая погода а просто жара картошка в мешках всегда сходит быстро и дружно мешки хорошо прогреваются и даже когда холодно ей этого тепла совершенно достаточно вот посмотрите моя картофельная грядка какая замечательная картошка первую скошенную траву когда она стала горячей уложил свои картофельные грядки ну вот вся картошка у меня замульчирована горячей травой или сеном надеюсь это даст дополнительный эффект обычно морковь сажают в низкие грядки ну и она достигает тех размеров которые сорту положено я решил попробовать вот в такой высоком мешке полметровым это морковочку посадить и посмотреть какой будет результат когда ей есть к чему стремиться по длине но одна у меня без экрана одна с экраном тоже посмотрим даст это какой-нибудь эффект или нет в этом году для эксперимента попробовал прорастить батат сладкий картофель приобрел в финляндии три штуки вот он промучился у меня практически два месяца и из трех пророс только один сегодня уже 21 мая поздновато конечно отрывать вот эти верхушки и сажать их на проращивание ну попробую может все-таки что-то еще получится 5 стеблей батата все-таки дали корешки и я их посадил в отдельный мешок вот тот мешок которым обычно выращивают картофель пробую вырастить и лук-порей рассада получилось и уже прижилась специальный мешок не досыпал до самого верха буду постепенно землю подсыпать позже чтобы больше получилось отбеленная часть посмотрим даст тоже это какой-то эффект или не даст экран с чеснока который я сажал головками снял он достиг конечно у меня уже циклопических размеров практически мне по грудь что получится очень интересно но пока он не стрелкуется а вот там чеснок посаженные зубчиками принципе тоже хорошо растет даже стебли у него мощнее внизу посмотрим чем закончится это соревнование редис красный гигант похоже посадил поздновато уже начинается белая ночи и скорее всего он весь застрелкуется хотя ну вот плоды наклевываются говорят что он достигает длины 150 200 миллиметров а вот резька весенняя похоже у меня будет вот такие веселенькие плоды уже видны в этом году попробовал подготовить рассаду такого овоща как огурдыня ни разу не пробовал много не слышал но 4 саженца мне все-таки удались и я посадил их в мой цилиндрический парник или теплицу посмотрим что это за овощ томаты в моей помидорной теплицы радует глаз вот такие ладненькие стройненькие сочные листья не скручивается не загибается а все благодаря тому что когда я готовил пищевогрунт для томатов в этом году добавил хорошее количество рыбной и костной муки ну вот томатики уже даже некоторые цветут скоро будут завязываться огурцы в этом году посадил поздно и в самые холода поэтому зашли и растут еще не все но ничего сейчас будет тепло я сажаю не рассады и они постепенно догонят а это вот тот редис который оказался свеклой вот такие уже лопухи парникета вернее в теплице очень не люблю на огороде кланяться и недавно в интернет-магазине не к скамейка точка ру приобрел вот такую классную складную садовую скамеечку скамейка можно сказать ника она легкая весит всего три с половиной килограмма и очень легко собирается разбирается сейчас покажу вам вот смотрите как она собирается одним движением щелк и щелк вот на моем огороде из традиционных грядок только клубничная на сенном реакторе смотрите как она замечательно кстати цветет но даже ее очень удобно с этой скамейки обслуживать у нее есть нижнее положение вот в нижнем положении можно на колени спокойно встать на вот эту мягкую ну так чуть-чуть мягкую сидушку вот и очень удобно вставать то есть вот эти поручни служат опорой руками упираешься легко подняться моя зимая морковка подошла к тому моменту когда ее пара пора прорежать и опять же вот эта вот скамеечка ника очень удобно для обслуживания мешков просто находка рады что я купил соседи посмотрели как я пользуюсь и дети им тоже подарили такую скамейку а вот так например с помощью этой скамейки я собирал щавель нарезала его садишься к кум королю двигаешься вокруг мешка и собираешь щавель в пакет скамейку действительно рекомендую и ссылку на сайт nikaskameyka.ru дам в описании к этому ролику подготовить к показу успел к сожалению не все свои новые эксперименты если этот ролик вам понравился и вам интересно что будет дальше поднимайте большой палец вверх и подписывайтесь на мой канал сад и огород в мешках спасибо за просмотр и до новых встреч